Русский язык И в какие порой сложные и курьезные ситуации они могут попасть Привет, Джада! Привет, Франц! Поздравляю тебя! С днём рождения! Спасибо! Пожалуйста! А совы? Да, будь как сова! Ты знаешь, у нас в Италии это значит кокетливая и ветерная, это не так хороший комплимент! Почему нет? Мудрые животные, красивые! Спасибо! Пожалуйста! Привет, Зоя! Привет, День Салон! Я смотрела на тебя, пока дышала. Ты как кошка! Что ты имеешь в виду, День Салон? Что у тебя очень красивая походка, плавная, как у кошки! О, спасибо! Я не сразу поняла, что это комплимент, потому что у нас есть выражение мокрая кошка и мартовская кошка! Что значит мартовская кошка? Девушка, которая ищет мужского внимания. Этого я точно не имела в виду. Конечно, я понимаю. Не совпали культурные представления об одних и тех же явлениях реальности, обозначенных эквивалентными словами. В Салоне красоты русскоговорящий мастер сказал мне, вы терпите как партизанка. Но это звучит странно. Почему? Не совпали компоненты значения и оценки. Ванзи Хао, посмотри, какая красивая девушка. Да, очень красивая. У нее красота, как виноград. Что? Как виноград. Глаза, как виноград. Да, глаза, как виноград. Вы не знаете. Вы даже не знаете. Слово, обозначающее одно и то же понятие, может дружить и сочетаться в разных языках с разными словами. Глаза, как виноград, глаза, как виноградинки, не ассоциируются ни у говорящих по-фински, ни у русскоговорящих людей с понятием «красивый». Наличие в русском языке широко используемого фразеологизма «зелен виноград» придаёт любому сравнению с виноградом ироничное значение. Для финнов наиболее частотным поэтическим сравнением о глазах является «у тебя глаза, как озера», для русских «глаза, как небо». Нет, одни комплименты. Это только простые, а не хорошие. О, ничего. Это оно. Ничего себе не представляет. Говорящие по-русски очень часто используют отрицание. Отрицание негативного качества – положительное качество. Не глупый – это умный. Двойное отрицание – тоже положительное качество. Не безинтересная статья, то есть есть смысл прочитать эту статью. Не безуспешный проект – у проекта есть результаты. Не бесполезный совет – к совету стоит прислушаться. Отсутствие негативного качества – уже положительное качество. Он ничего – симпатичный, хороший, интересный. В русском речевом этикете – обязательное условие успешности положительной оценки – искренность. В комплимент должны поверить. Нельзя переусердствовать, иначе вас сочтут льстецом. Неглупый вместо умный, неплохой вместо хорошей – это попытка снизить риски. В этом смысле мы снова ближе к финнам, чем к итальянцам, китайцам или англичанам. Ты не совсем бесполезный парень, или просто… Хорошо сделано, потому что обычное – это непрекрасное. Ничего может означать очень многое. Что там? Ничего. Она ничего. Как тебе эта книга? Ничего. Извините. Ничего. Как дела? Ничего. Ничего, если я открою окно? Ничего. Привет, Лиза. Привет. Я хочу сказать тебе, что у тебя фигура демона, острая фигура. Демона? А что это значит? Это значит, что у вас очень хорошая, стройная фигура. Ну, спасибо, но… И еще я хочу сказать тебе, что ты как красавица, рыбу заставит погрузиться в груб и летящего гуся опустится на землю, затмит луну и посрамит цветы. Ну, что это значит? Я только что сказал тебе, ты очень красивая, секси. Ну, спасибо, но мне показалось, что ты шутишься. Нет, ты очень красивая. В разных языках роли пустых комплиментов исполняют разные слова. Будьте осторожны. Прямой перевод комплиментов – прямой путь к ошибке. Прямой перевод комплиментов – прямой путь к ошибке. Да, все верно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Что ты в ней не шел? Мне она очень нравится. А что ты думаешь о певице? Ну, она популярна в России. Да, но тебе-то она как? Милая. Если мы не знаем, что сказать о человеке, мы можем скажем «добрый» или «хороший» – это пустые слова, как слово «миле». Как тебе эта кофта? Ну, главное, что тебе нравится. То есть тебе оно как бы не очень? Разве я такое сказала? Не, я не это имела в виду. В чем причина противоположного значения? В чем причина противоположного значения? Европейские культуры, как более индивидуалистские, меньше ориентируются на мнение окружения. Русская культура имеет больше черт коллективистской культуры, поэтому приоритет отдается мнению коллектива и окружения. Русским людям настолько важно мнение окружающих, что они часто напрямую спрашивают это мнение, чем ставят иностранцев в тупик. Русские мне часто задают вопрос, как я сегодня выгляжу. Это трудный вопрос, особенно если не знаешь, что ответить, а потом как-то обижаются. Девочки, я слышала, что самый большой комплимент русской женщине сделал поэт Николай Некрасов в поэме «Мороз. Красный нос». А вы знаете? Ну, это я не знаю. Интересно, давайте прочитаем, какая она настоящая русская женщина. Есть женщины в русских селениях с спокойной важностью лиц. Спокойная важность. Ну, интересное сочетание, но непонятно. С красивой силой в движениях, с походкой со взглядом цариц. С походкой со взглядом цариц. Это я не очень поняла. Какой это взгляд, вы знаете? Может быть, я поняла вот так. Вы знаете. Моя царица. Вот какая высокомерная девушка. Конечно. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит, пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. А зачем рублем подарит? Разве они хотят ее ценить? Это обидно. Ну, я не так думаю, потому что здесь пишут это комплимент, это не обидно. Ну да, наверное, это просто они ее уважают, да? Да, это женщина как царица. Да. И красавица, миронатива, румяна, стройна, висока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. Это вообще модельная внешность красавицы, да? Ну да, согласна. Но быть румяной, это красиво? Ну, по-моему, для китайцев это не очень красиво. Ну, это символ здоровья. Да, это действительно, да. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видела, как она косит. Что взмах? Ты готова копна. А есть такая женщина? Ну, это значит, она хорошо работает. Да. В сказках все есть. Ну да. В игре ее коны не словит, в беде не срабеет, спасет. Коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Ну, я не поняла, это комплимент? Это вообще как мужчина. Да, я даже тоже так думаю, как мужчина. Какая сильная женщина. А моя. Что бы ты сказала, если бы тебе сдали такой комплимент? Коня на скаку остановишь? Ой, да, я не знаю. Но у меня как раз был такой случай. Преподаватель мне сказал, что я сильная студентка. Но я даже сразу не поняла, что она меня хвалит. Ну, это просто имеется в виду сильный интеллект. Значит, ты отличная студентка. Угу, сейчас я поняла. А я думала, это когда мы партии двигали на субботнике. Так, вот откуда это русское выражение про сильных девушек? Вы так говорили? Ну, в Китае это обидно, как будто ты не женственная, а как мужчина. Ну, да, согласна. Но если мне скажут, что ты в хорошей физической форме, то я не обижусь. Да, согласна. Ну, какая большая разница. Да. Стратегическая задача жанра комплимент – вызвать симпатию, расположить к себе собеседника. Это жанр фаотической коммуникации, как называют его филологи. То есть комплимент не несет информации, а направлен только на поддержание социального лица собеседников. Комплимент самым тесным образом связан с миром оценок, отражает картину мира народа. Об этом следует помнить при межнациональном общении, так как привычные слова могут подвести, оказавшись коварными ложными друзьями. А сегодня мы прощаемся с вами. С вами была программа «Русский язык за чашкой чая». Говорите по делу, будьте успешны! О,,... Т선fest, О,...